Библейский портал экзегет.ру представляет 49 глава пророка Иеремии в переводе Луки Маневича, читаю я ее для библейского портала экзегет. Здесь продолжается разговор об окрестных народах. Предыдущая была посвящена Муаву. Это посвящено сразу нескольким народам, соседям израильтян, даже не очень соседям, но начиная с соседей. И речь идет, в общем-то, об одном. Их всех ждет завоевание Вавилонска, и им всем уготована примерно одна и та же судьба. Но каждый из этих народов имеет какую-то свою вину. Каждый из этих народов за что-то конкретное страдает. О сынах Аммона. Аммонитяне. Аммон — это еще одно окрестное племя, точнее, даже целая группа племен. Так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Милхом завладел Гадом, и народ его в городах Гада обитает? Милхом — это бог Аммонитян, и, соответственно, в переносном смысле так может называться и сам этот народ. А Гад — одно из племен Израиля, и, соответственно, Аммонитяне захватили территорию, которой владел раньше Гад. И это понимается как то, что Милхом завладел наделом самого Господа. Вот этот бог. Но настанут дни, — говорит Господь, — когда по воле моей зазвучат боевые кличи возле Раввы Аммонитской. Раввы, ну это, кстати, столица Иордании, Аман сегодня, она стоит на том же самом месте. И вот то они пошли в наступление, а тут вот их самих прогонят. Станет она грудой развалин, сгорят в огне ее дочери, и будет Израиль властвовать над лустрителями своими, — говорит Господь. И здесь даже так понимается, что это все-таки Израиль завоюет Аммонитяна. «Плач Хешбон, ибо Ай разграблен». Это некие города, которые относятся к Аммону. «Дочери Раввы рыдайте, в рубище оденьтесь, плачьте, вдоль Аградский тайтись». Интересно, что Муаф оплакивал сам Иеремия, а вот Аммон ему почему-то не жалко. Ну, разные бывают у пророка отношения к разным народам. Мы же тоже кого-то любим, больше кого-то нет. «Итак, в рубище оденьтесь, плачьте, вдоль Аградский тайтись, и попадет Милхом в изгнание, жрецы его и вельможи». Также говорилось про Кимоша, а Муафское божество в предыдущей главе. А Милхом – это, соответственно, Аммонское, когда захватят то ли Вавилонин, а здесь, может быть, даже иудеи, Аммон, то вынесут статуи богов. «Что долинами своими-то кичишься? Погибла твоя долина, дочь неверная. На сокровища свои ты уповала, как и Мавитяне, кстати. Кто против меня выступит? Я пошлю на тебя ужас, говорит Господь, Бог воинств со всех сторон. Будете вы изгнаны, рассеяны, никто не соберет с китайцев обратно. Но после этого переменю я учусь сынов Амона, говорит Господь». Будь здесь про израильтян, было бы еще очень много про то, как все будет хорошо, восстановлено, как Господь снова будет с ними. Но здесь Иеремий лишь говорит, что любые тибетствия не навсегда, что жизнь может еще повернуться другой стороной. Абдомя. Еще один окрестный народ. Ну, большой разницы не будет. То же самое практически. Так говорит Господь воинств. «Неужели мудрость в Тимане иссякла? Рассудка не стала у разумных, прогнила их мудрость». Тиман – одна из областей Идома, но так называют весь Идом, как там, скажем, в Москве и называют всю Россию. И Идом славится своим мудрецами. Кстати, Иов, мудрец, обычно относится как-то к Идому. Вот от земляутся считается, что это либо Идом, либо рядом. И вот, соответственно, такая страна мудрых людей. Вот даже не знаю, в современном мире есть страна мудрых людей. Есть там страны, где кухня знаменитая, или там очень хорошая продукция, или там, я не знаю, мода такая замечательная. А вот страна, где живут мудрые люди. В древности это был Идом. «Неужели мудрость им они иссякла? Рассудка не стала у разумных, прогнела их мудрость. Без оглядки бегите в пещерах, прячьтесь, жители Дедана». Естественно, это один из населенных пунктов, оазис в Идоме. «Ибо я посылаю беду Исаву». Исав — это родоначальник адамитян. Собственно, имя Исав или Идом ему и принадлежало. Идом — это красное во второе имя. «Честно стал, я его покараю. Если бы сборщики винограда к тебе явились, оставили бы они немного ягод. Если бы воры пришли ночью, украли бы, сколько им нужно. Я же до нога беру Исава, тайники его открою, не сможет он укрыться». То есть, когда собирают урожай, что-то же остается. А вот тут прям все вынесут подчистую. «Сыновья его ограблены, братья его и соседи. Нет его больше. Но оставь своих сирот, я сохраню им жизнь, и пусть доводы твои на меня уповают». Все-таки какая-то небольшая надежда есть. Вот кто-то остается и в этих языческих народах, потому что для Иеремии очень важно сочувствовать всем, не только своим. Ему не сочувствуют свои, а уж чужие тем более, но он сочувствует всем. Так говорит Господь. «Даже те, кто не заслужил этого, до дна и запьет чашу. Неужели ты избежишь коры? Не избежишь ты коры, до дна и запьешь чашу». Как это он наказывает несправедливо? Иеремий же об этом говорил, что дети не понесут вины отцов. Подробно это расписывал, что отцы ели кислый виноград, а зубы испортились у детей. Больше так не будет, говорит он. Но в этом мире пока еще так. Ну, судите сами. Вот устроили нашу предки революцию 1917 года. Мы до сих пор расхлебываем ее последствия. Вот родители что-то такое натворили, на детей это ложится. И если некий народ впадает в состояние такого хаоса, в состояние разорения, то даже благочестивые, хорошие люди в этом народе тоже пьют эту чашу вместе. Клянусь собой, говорит Господь, на ужас, позор, опустошение и проклятие обречена Боцрая, и все города ее навеки станут руинами. Еще один Моовский город. Весть я слышал от Господа, вестник народам послан. Собирайтесь против него, идите на битву, вставайте. Я сделаю тебя ничтожным средь народов, средь людей презренным. На свирепость свою ты понадеялся, на дерзкое свое сердце, о, живущий в расселенных скал горных вершин владыка. Словно орел ты свил гнездо в ошине, но я не извергну тебя оттуда, говорит Господь. И дом обречен на ужас, и всякий, кто пройдет мимо, ужаснется, присвистнет, рано его увидев. Как на развалинах Содома и Гоморра и городов соседних, говорит Господь, так и там человек не поселится, не будут жить люди. Словно лев, что из зарослей приордани на святующее пастбище вышел, так и я погоню и дометян внезапно, нападу на баранов их лучших. Лев, нападающий на баранов, такая житейская зарисовка, ну и, соответственно, Господь, нападающий на айдометяна. Ибо кто мне подобен? Кто меня призовет к ответу? И какой пастух предо мной выстоит? То есть наказание этих языческих народов в значительной мере предназначено для того, чтобы показать им величие Бога, что он способен вершить их судьбу. Слушайте, что решил Господь об и доме, что задумал он против жителей Тэмана, та самая область, славящаяся мудростью. И ягнят утащит из стада, вместе с ними и пастбище он погубит. Падет и дом, и от шума земля содрогнется, донесется крик до Красного моря. Поднимется орел на добычу, он устремится, над бацрой раскинет крылья. И в тот день воины и дома затрепещут, словно роженица. И слова примерно одни и те же про все эти народы. И дальше Дамаск. Это центр арамейских, даже не одного, а нескольких арамейских царств. Но Дамаск это самый главный город и до сих пор столица Сирии. Собственно, Сирия и область для живота Арамеи, это одна и та же примерно территория. Итак, о Дамаске. Хамат и Арпад в смятенье, ибо злую весть они услыхали. Мечутся они от страха, так волнуется море, не может стихнуть. Обессилел Дамаск, обращен в бегство. Дрожь его охватила, боли муки объяли, словно роженицу. Опять все то же самое. Неужели главный город, славный город оставлен, радость и мой город. На улицах его падут юноши, и все воины его в тот день погибнут, говорит Господь воинству. Я придам огню стены Дамаска, огонь пожрет чертоги Венадада. Венадад, имя нескольких даже царей, по крайней мере двух, которые в Дамаске правили. Следующее, племя или народ, который здесь упомянут, даже не очень понятно, где живет. Кедар, это какие-то кочевники по пустыням. Акедарий, царство Хацора, которое согрушил Новохадоносор, царь Вавилона. Хацор явно не тот, который есть в Галилее, потому что он относится к земле Израиля, а это вот иноземцы. То есть здесь какой-то одноименный город. Где это, мы не знаем. Видимо, пустыня. Так говорит Господь, против Кедара войной идите, грабьте сынов Востока. Шатры и стада у них отнимите. Заберите полотнище, утварь верблюдов, кричите им, кругом ужас. Бегите, скитайте, в пещерах прячьтесь жителей Хацора, говорит Господь. Новохадоносор, царь Вавилона, приняла вас решение, замысел его против вас. Идите войной против народа безмятежного, живущего спокойно, говорит Господь. Это он уже скорее Вавилонинам говорит о том, что надо напасть на кочевников. Нет у него ни дверей, ни засовов, в отдалении живет он. Их верблюды станут чужой добычей, их шумные стада врагам достанутся. По всем ветрам я рассею тех, кто в виски себе бреет, со всех сторон пошлю на них беды, говорит Господь. Вот снова упомянут этот добычий бритья висков, видимо, и какой-то признак, да. Может быть, кидарцы этим занимались, может быть, не только они. Явно какой-то языческий знак, вот как обрезание, но обрезание много кто практиковал. Со всех сторон пошлю на них беды, говорит Господь, станет хацор приютом шакалов, навеки пустыни, не поселится там человек, не будут жить люди. Элам, еще одна область, кстати, рядом с Вавилонией, совсем уже далеко от Иерусалима. Вот слово Господне об Эламе, которое было пророку Иеремии еще в начале правления седыки и царя Иудии, то есть до Иерусалима еще не дошло, и Элам уже испытал на себя вавилонское нашествие. Так говорит Господь воинство. Я сломаю лук Элама, его главную силу. Я пошлю на Элам четыре ветра с четырех концов неба и развею Элам по ветрам этим. И не будет такого народа, в чью страну не пришли бы изгнанники эламские. Может быть, и в Иерусалим пришли. И Иеремий вновь и вновь подчеркивает, что это Господь, тот, кто совершает все это, а вовсе не вавилонское великое государство. Я заставлю Элам трепетать пред его врагами, пред теми, кто гибели его жаждет. Я беду на него пошлю. Гнев мой ярост, говорит Господь. Гнать его буду мечом, полностью уничтожу. Престол мой в Эламе поставлю, истреблю там царя и вельмож, говорит Господь. То есть вот это разорение, это утверждение власти Господа над всеми этими народами. Но в дни грядущие применю я участи Лама, говорит Господь. Переменю я участь этого, того, третьего народа. И ничего дальше он не говорит, в отличие от Иерусалима, от Иудеи. Почему? Потому что это уже история Лама. Потому что Иеремию заботит, прежде всего, своя история, свой народ, и он пытается с ним что-то сделать. Его как-то наставить, возможно, изменить его будущую судьбу. А судьба Илама – это судьба Илама. Что же про Вавилон, мы о нем прочитаем в 50-й главе. Субтитры создавал DimaTorzok